Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Есть риск не вписаться в выделенный Россией лимит на свет. В кабинете министров состоялось расширенное рабочее совещание. В инспекции продолжается. Министр обороны Владимир Ануа 24 февраля посетил три военных объекта в Ичамчире. Анонимность авторства, фактор объективности. Открылась выставка конкурсных проектов на лучший памятник второму президенту Абхазии Сергею Багабшу. Начнем с официальной хроники. Созданию общественного совета при президенте Абхазии было посвящено организационное совещание 23 февраля под председательством вице-президента Абхазии Бадр Гунба. Представители различных политических партий, общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции обсудили проект положения о будущем совете, степень актуальности и необходимости подобной структуры. Продолжение следует... 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 преимуществ, кому-то вставили. Поэтому, как и в Легу власти, мы говорим о конституциях, что мы говорим о конституции, потому что мы получаем множество инвестиций, которые проложили к Геннаджути, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Что-то ушло в частный сектор. Есть вероятность, что просто поменяло места. Но сами нагрузки, сами по себе говорят о том, что повторные подключения, помимо естественных нагрузок, вызванных похолоданием, они безусловно есть. 290,5 миллионов киловатт-часов из 800 выделенных России на период ремонта Инбургес Абхазия уже потребила. То есть с 20 января до 23 февраля жители страны зарасходовали чуть менее трети лимита. На март, апрель и половину мая остается 509,5 миллионов киловатт-часов. Но при имеющейся тенденции они закончатся примерно в середине апреля. До 15 мая текущего года энергии у нас больше не будет. Есть еще миллион киловатт-час, это генерация первой перепадной. Все, вот больше нет. Если мы не будем идти по этим лимитам, которые мы предоставили, то мы просто вынуждены будем прийти к ограничениям. Михаил Логуа не исключает, что часть нагрузки носить может быть связана с похолоданием. И именно поэтому, как он говорит, энергетики стараются не отключать абонентов, даже когда оборудование работает на пределе возможностей. Практически на всех подстанциях мы работаем на пределе. С учетом того, что холодно, чтобы максимально облегчить ситуацию нашим гражданам, хотя не везде это, к сожалению, удается, мы работаем на пределе, чуть выше номинала, рискуя, Кристина Константиновна, оборудованием, которое практически везде, как на той подстанции, которая у нас с вами недавно полностью сгорела. Но мы понимаем, что сегодня холодно и стараемся. В заседании участвовали главы и представители районных администраций. По словам Константина Пилия, часть ферм Гальского района демонтирована. То есть майнеры просто вывезли. А куда и зачем, неизвестно. И у нас уже раз, два, три, четыре демонтировано и вывезено. Правда, куда? Я не знаю. Вывезено из района. Вывезено, люди разобрали и решили, вот они меня просят, мы заберем. Я говорю, да, конечно. Ну, затем сам я тоже нервничаю. Это спад в районе, ну, в общем, в стране растет. Значит, куда-то его повезли. Константин Пилия также поднял вопрос о будущем майнинга, так как, на его взгляд, эта деятельность достаточно перспективна. Ну, я тоже, кто-то в частный сектор. Три туда, пять сюда, четыре сюда. Она вот так разбредется, мы не достанем их. Мы только будем получать нагрузки и получать, и получать, и получать. Давайте, когда вот эту ситуацию выровняем, соберемся и обсудим. Вот у нас получится, вот такой вот лимит, вот такой вот мы сможем людям дать. Вот квоты, конкурсы, какой-то свет надо показать, иначе вот это друг за другом бекадня. Глава Сухумского района отметил аномальный рост энергопотребления в ночное время. Алхаз Читанава рассказал, что майнеры очень изобретательно подходят к проблеме отключения их от сети и находят множество способов не прекращать добычу биткоинов, даже несмотря на все методы борьбы с ними. В ночное время наблюдается рост нагрузок. Мы следим по нагрузкам, по фидерам, и в ночное время мы видим рост от 1 до 1,5 мегаватт. Есть мысль, что по частному сектору большой объем аппаратов сосредоточен, и поэтому сложность большая для того, чтобы зайти в дом и выявить работающий аппарат именно. Мэр столицы Беслонэшба тщательно подсчитал количество абонентов Черноморэнерго, принял во внимание открывшиеся школы и детские сады, и уверяет, что неестественный рост энергопотребления не так велик, как кажется. По его словам, крупные фермы в столице не работают. Да и в частном секторе не так просто подключить аппараты для майнинга. По мнению специалистов тех же, там, где нет трех фаз, больше двух-трех машинок не поставить, и то надо сидеть в холоде. То есть в частном секторе, где 15-20 кВт, можно спокойно на себе замкнуть, можно там выбрать одну комнатку греться, а все остальное прикрутить в машинке и крутить. Как говорит Беслонэшба, они промониторили характер подключения к сетям в Сухуме и решили начать проверку смесь трехфазным подключением, потому как без этого невозможна работа аппаратов майнеров. Вот здесь адреса по городу Сухум, выявлены трехфазные подключения, которые не имеют разрешения. Вот это самое главное, по-моему, звено, которое получилось у нас бесконтрольным. Мы дали поручение, и вот здесь у меня масса адресов по городу, это та работа, которая велась все это время, где нет разрешений. Что касается Гулирыбческого района, то, по словам Аслана Барателя, аппараты для майнинга криптовалют просто разошлись по частному сектору. А проводить рейды по домам и квартирам они не могут, так как на то нет никаких санкций. Мы заходим в частный сектор, когда у нас есть информация о том, что нам и силовики дают информацию, о том, что и соседи дают, и телефон доверия дают, о том, что там располагаются ни один, ни два, ни десять аппаратов, тогда заходим и на самом деле отключаем эти аппараты. Мешают работе штаба по борьбе с майнингом, по словам Аслана Барателия, информаторы. Люди из числа сотрудников администрации или энергетики. Они заранее сообщают о рейдах и отключениях. Говорят, куда можно подключиться, если майнингов уже отрезали от сети. Дело в том, что у нас, как и в нашей среде, так и в среде энергетиков находятся лазутчики, которые красиво все это рассказывают, и старые работники, работники, которые уже ушли давно с этой системы. Но они наверняка все находятся на каком-то контроле. Наверняка, не наверняка, а большей части они работают. Как рассказывает глава Гулерипского района, крупные фермы, которые они несколько раз отключали от сети, в настоящий момент свое оборудование вывезли. Но куда, за пределы района или страны, они не знают. По словам председателя таможенного комитета, из Абхазии действительно стали вывозить оборудование для майнинга. К настоящему моменту 6060 аппаратов зафиксировала абхазская таможня. По словам Утара Хетция, никаких препятствий при вывозе такого оборудования предпринимателям чинить не будут. Если на минимум опустят таможенные сборы, я думаю, вообще никаких препятствий нет. Только, единственное, требуем мы от них декларацию, посчитают количество машинок и фирмы этих машинок. Все остальное уже они через российскую таможню, там, естественно, по-другому. Они должны оплатить необходимую какую-то сумму и вывозят на ту сторону. Обратно никакого хода нет. Случаи ввоза оборудования для майнинга, по словам Утара Хетция, несмотря на запрет, все же фиксируются и в настоящее время. Кто-то под видом туриста в чемоданах завозит по одному-два аппарата. Или, как он рассказал, недавно была попытка ввести в Абхазии устройство нового поколения на служебной депутатской машине. В частности, недавно была задержана машина одна, служебная депутатская машина, на которой изъяли семь аппаратов. Один аппарат, он практически выполняет работу там шести-семи аппаратов, все-таки с водяным охлаждением. По мнению председателя таможенного комитета, только конфискация оборудования может хоть как-то решить проблему майнинга. Люди уже тихо-тихо, которые побогаче, они переходят уже на такие аппараты. И они без шума не работают, чем остаются. Так что, если не будем изъимать, работы прибавится у господ, занимающихся этим. Но о конфискации оборудования речи пока не идет. Даже с процессом штрафования проблемы, говорит председатель комитета по стандартам, техническому и энергетическому надзору. Все составленные акты они обязаны передавать в суд, что затягивает процедуру. Да и штраф не так велик, чтобы нарушители его боялись. 5 тысяч штраф. Если бы мы, как технодзор, имели бы право напрямую, мы, конечно, принесли бы больше пользы, больше эффектов было. А через суд, я не думаю, что процесс долго пойдет. По результатам обсуждений, Владимир Делба поручил путем усиления рейдовых мероприятий минимизировать энергопотребление. Всячески препятствовать внутренней миграции ферм, то есть из района в район. И путем упрощения таможенных процедур для данной категории груза создать условия для беспрепятственного вывоза оборудования из республики. Мария Анна Котова, Сыркова, Гухава, Абазатова. Физические лица перевели 5 млрд 442 млн рублей из Абхазии в страны ближнего и дальнего зарубежья через систему денежных переводов. Контакт «Золотая корона» и «Юнистрим» в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии. Эти показатели на 0,6% меньше, чем за 2019 год. Переводы в Россию составили 4 млрд 352 млн рублей или 80% от общего объема переводов. Инспекция продолжается. Министр обороны Владимир Ануа 24 февраля посетил три военных объекта в Ачимчире. Подробнее об инспекционной поездке министра в репортаже Анастасии Никоновой. Смирно! Равнение на Средину! Товарищ министр обороны, офицеры управления Министерства обороны Генерального штаба, личный состав 2-го отдельного мотострелкового батальона для проведения строевого смотра построены. Зависите министр обороны генерал-майор Алиска. Военные части подразделения города Ачимчира – это место третьей ревизии министра обороны Абхазии. Владимир Ануа уже проверил военные объекты в Сухуми и Гудауте. 24 февраля по графику восточная часть страны. Первым Владимир Ануа посетил второй отдельный мотострелковый батальон. Перед началом ревизии – строевой смотр. По приказу военнослужащие предъявляют соответствующие документы и личные знаки. По окончании смотра министр обороны проинспектировал парк тяжелой техники. В каком состоянии казарма, столовая, медицинская часть и есть ли все необходимое для несения службы у солдат и офицеров, Владимир Ануа проверил лично. Танковая рота 2-го отдельного мотострелкового батальона – второй объект, который проинспектировал сегодня министр обороны. Владимир Ануа интересовало состояние военной техники и уровень боевой подготовки. Третьим военным объектом в ходе ревизии министра обороны стал отдельный отряд специального назначения. Все по уставу – первоначальный строевой смотр, а затем обход министра по территории отряда. Давайте по транспорту. Это специальные машины, правильно? Так точно. Что хватает, что не хватает. Заместитель министра обороны Олег Аршба отмечает, что у военнослужащих сегодня есть возможность получить достойное образование как в Абхазии, так и за ее пределами. Подготовку наши военнослужащие проходят в высшем войсковом командном училище, расположенном в городе Сухуми, а также в военно-учебных заведениях Российской Федерации. Как известно, высокие стандарты основаны на стандартах Советского Союза, которые позволили в годы грузинской агрессии руководству Абхазии в кратчайшие сроки подготовить боеспособную армию, которая разгромила агрессора. От лица руководства Министерства обороны выразить большую благодарность нашему стратегическому союзнику, который оказывает нам огромную помощь в подготовке военнослужащих по всем направлениям. Своебразным экзаменом этой подготовки прослужили военные игры, в частности, танковый биатлон. Экипажи абхазских молодых офицеров проявили блестящие результаты. В завершении ревизии частей подразделения Чемчирского района Владимир Ануа внес кадровые изменения. На должность командира отдельного отряда специального назначения был назначен майор Тимур Харчилава, который до этого занимал пост заместителя. Во время службы нареканий, замечаний не имел. Человек толковый, способен выполнить поставленные задачи. Естественно, мы с вами должны поддерживать его. Поэтому я просил бы вас всех поддержать и выполнять поставленные задачи. Конечно, непростые задачи ставятся перед отрядом специального назначения и в мирное и военное время. Поэтому мы должны четко выполнять все требования и все задачи, которые ставятся перед вами. Ревизия министра обороны Абхазии всех частей подразделений будет продолжена 25 февраля. Анастасия Никонова, Раму Камке, Абазатова. Судебное заседание по административному исковому заявлению руководителя аппарата Верховного суда Республики Абхазия Джамала Гоги о признании действия председателя Верховного суда Мананы Делба по изданию приказа о сокращении штатов от 21 января 2021 года незаконным и его отмене перенесено на пятницу, 5 марта. Такое определение было вынесено в ходе заседания Сухумского городского суда 24 февраля под председательством судьи Милана Джинджоли. В связи с тем, что представитель стороны ответчика ходатайствовал о переносе заседания, так как еще не успел ознакомиться со всеми материалами дела. Адвокат Джамала Гоги и он сам оставили решение на усмотрение суда, после чего суд, совещаясь на месте, вынес определение о переносе заседания на 5 марта. Анонимность авторства – фактор объективности. Открылась выставка конкурсных проектов на лучший памятник второму президенту Абхазии Сергею Васильевичу Багапшу Сухуми Ачимчири. Она проходит в Центральном выставочном зале с 24 февраля по 3 марта. Имена конкурсантов засекречены, но увидеть, что предлагают специалисты, может каждый житель города. Илья Анура Гелаян продолжит тему. Всего в конкурсе принимают участие 9 работ. 8 из них предлагают свои решения по памятнику и благоустройству площади в Сухуми и одна в Ачимчири. Имена авторов всех проектов засекречены. Решения предлагаются самые разные. Здесь и памятники в полный рост, и бюсты, и барельефы. Что касается организации благоустройства самой площади, то и тут предложения разнятся по форме и по содержанию. Решение будет принимать Государственная комиссия по монументальному искусству. В нее входят преимущественно художники, скульпторы, архитекторы. Подглавляет комиссию министра культуры Гудиса Агрба. По его словам, помимо мнения экспертного сообщества, организаторам важно услышать голос горожан. Конечно же, нам, безусловно, крайне важно мнение общественности, и мы предполагаем провести онлайн-голосование, которое будет проходить на нашем сайте, на сайте Министерства культуры. Каждый желающий будет иметь возможность выразить свое мнение, проголосовать, и, безусловно, это мнение будет учитываться при принятии решения. Процедура принятия решения у нас происходит следующим образом. На заседании Государственной комиссии по монументальному искусству члены комиссии будут голосовать. Процедура голосования будет тайной, и онлайн-голосование будет расцениваться как один голос, один дополнительный голос. За невозможностью взять комментарии у авторов самих работ, можем лишь рассказать, что конкурс действительно получился международный. Два проекта представлены неабхазскими специалистами. Известно также, что в конкурсе принимают участие как молодые, так и опытные архитекторы и скульпторы. Мне хотелось бы поздравить всех наших жителей города с тем, что это за долгий период времени, вот такая конкурсная работа, проведена комиссия, потому что был создан, в принципе, этот конкурс, открыта эта выставка, потому что все основные градостроительно значимые места в городе, помимо того, что мы вековечиваем память такого человека, но и решаем вопрос благоустройства, должны решаться, в принципе, на конкурсной основе. Потому что, помимо того, что сколько людей, столько и мнений, ну вы заметили, что сколько архитекторов, столько и мнений, но при этом во всех этих работах прослеживаются определенные отдельные нотки, которые допустимы к воплощению на этой площади. Основной вопрос, на который отвечают конкурсанты, в каком месте должен быть установлен памятник и в каком он должен быть в виде, говорит главный архитектор столицы. Анонимность выставки Светлана Шеменкова объясняет важностью объективного среза мнений. Чтобы мы могли оценить именно работу, не автора, который заслуженный, мы говорили, ну да, он, наверное, немножко ошибся, но он же заслуженный, давайте мы дадим ему первое место. Вот чтобы такого не было, и мы имели возможность оценить саму работу, вот для этого эти фамилии и имена были засекречены. Они все известны только секретарю комиссии. Никому из членов комиссии, даже если вот по слухам мы догадываемся, где чья работа, да, кто-то в интернете писал, что представляет свою работу, но конкретно показать пальцем, сказать, вот эта работа, это вот этого автора сейчас мы пока не можем. Этого марта у нас пройдет защита конкурсных работ. К нам приедут все авторы этих конкурсных работ, и они будут иметь возможность воочию перед комиссией защитить свое решение и объяснить нам свое решение, потому что за тот период времени, пока будет открыта выставка, каждый из членов комиссии сможет составить тот список вопросов к той или иной работе. У жителей Сухума есть ровно неделя, чтобы посетить выставочный зал, ознакомиться со всеми предложенными работами, выбрать фаворита и отдать ему голос на сайте Минкульта. А уже 3 марта эксперты послушают самих авторов проектов и скажут свое решающее слово. Новый конкурс «Гордость Абхазии» будет проведен в 2021 году, если позволит эпидемиологической ситуации, сказал в интервью Абстный Пресс, действительный государственный советник России. Автор проектов «Будущее Абхазии. Гордость Абхазии. Послы доброй воли» Нал Арденба. Арденба отметил, что по итогам первого конкурса появилась группа молодых людей, способных добиваться ярких результатов в стране, отстаивать ее интересы на международной арене. В любом случае это социальный лифт, который должен работать на системной основе. «Гордость Абхазии» – это пример новой модели приема на государственную службу. Во всем мире все активнее применяются открытые конкурентные технологии подбора специалистов, и это позволяет повысить качество государственного управления, сказал он. С понедельника в парке Курченко в Сухуме проводятся работы по очистке и приведению в порядок территории парка. Работы ведутся вручную. На месте работы от около 10 сотрудников МУП благоустройства администрации города Сухум. Территория парка очищается от кустарников и колючек. Будет произведена обрезка деревьев, акации, а также несколько деревьев, которые заросли плющомы и высохли, будут вырублены. Экологи дали свое заключение. Парк имени Надежды Курченко не приводился в порядок уже много лет. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг 25 февраля в Абхазии переменная облачность. Ночью возможен дождь, туман, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью 5 днем до плюс 9. Температура морской воды плюс 10. На этом пока все за развитием событий. Следите вместе с нами и на сайте Абаза.ТВ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Абаза